Алла Новины, Чехия. Я верю, что в мире есть более разумные люди. Филипп Захариаш. Алла Новины, Чехия. 15 января 2019 года. Несколько дней назад на одном мероприятии генерал Петр Павел опять говорил о самой большой угрозе для нас, которой, по его словам, является Россия. Этот выпускник военных учебных заведений в АПАВе, у нас в Ишкове, в Борно и Британском Кимберли, а также курсов Королевском колледже оборонных исследований в Лондоне предостерег нас, чехов, от нападения на нас, мирных жителей Центральной Европы, со стороны захватчиков с Востока, то есть России. Правда, я не понимаю, как русским удалось бы преодолеть барьер в виде Украины, Польши и Словакии, чтобы беспрепятственно добраться до нас, если бы они захотели захватить нашу страну. Но господину генералу, учитывая его должность в НАТО в недавнем прошлом, вероятно, такой путь известен. Интересно, однако, что этот бывший офицер и член Коммунистической партии Чехословакии не вспомнил о том, что на протяжении столетий угрозу для нас представляли соседние немцы, а вовсе не русские. 21 августа было не пиком русской экспансии, а следствием разделения Европы и мира на два лагеря. И в то время мы относились к одному из них. До того мы вполне могли положиться на Россию, потому что она играла роль своеобразного защитника славянства, давала надежду, и именно туда с делегациями ездил Ригер, а затем председатель социалистов Клофач и даже Т.Г. Масарик. В период Мюнхенского сговора Советский Союз, лидером которого была Россия, стал единственной страной, предложившей нам помощь, а потом десятки тысяч советских солдат погибли у нас, освобождая нашу страну. Я также прочитал заявление одного видного европейского комментатора. Он сказал, что во главе России стоит несумасшедший, который хотел бы неразумными действиями привести страну к гибели. И что было бы бессмысленно выступать против подавляющих сил, которые окружили его кольцом американских баз. Защищаться же от возможного нападения – дело другое. Путин это понимает, поэтому Россия выделяет много денег на оборону. Если она будет располагать постоянными обороноспособными силами, никто не отважится напасть на нее. Даже генерал Павел и его сотоварищи из Брюсселя. Как нам известно, новая доктрина, утвержденная в Вашингтоне, позволяет наносить превентивный удар. То есть если Соединенным Штатам, которые стоят во главе НАТО, что-то не понравится в действиях того или иного непокорного правительства, они нападут первыми. Так что давайте лучше порадуемся тому, что Россия сильна, ведь только это защищает ее от возможного удара тех войск, которыми командуют такие люди, как высокообразованный выпускник и бывший режимный коммунист генерал Павел. Автор, председатель районного комитета Коммунистической партии Чехии и Моравии Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.